Африка все больше притягивает украинских бизнесменов. Наши предприниматели успешно зарабатывают в Кении, Анголе, Батсване. Какие сферы их привлекают, узнаем от Геннадия Вивденко. Будний день в столице одной из африканских стран. Но зал уже заполнен на треть. Блокбастер в формате 3D. Целую сеть таких кинотеатров в восточной африканской стране построили украинские бизнесмены из Мариуполя. Вот так выглядят украинские инвестиции в Восточную Африку. Это суперсовременный кинотеатр Аймакс в Найроби, Кения. Самое важное из искусства тут демонстрирует кенийцам украинский бизнес. Менеджер Зои индо-кинийского происхождения говорит, это просто открытие для местного рынка. Сфера развлечений сейчас очень популярна в Кении, особенно в Найроби. Развивается очень быстрыми темпами. Все больше людей желает получить новый опыт в новом для них виде отдыха. Самыми востребованными в Африке остаются наши специалисты в области авиации и медицины. Сиэту и только об одном. Южнее, на несколько тысяч километров, преуспевающая Бацвана. Эта страна благодарна Украине за участие еще в составе СССР в становлении своей независимости. Мы много заработали на экспорте алмазов и других природных ресурсов. Нам нужны инвестиции для общего развития, чтобы обустроить страну. Мы рады приветствовать инвесторов. Вот, например, элементарный сайт нужно разработать для банка. Наиболее активный инвестор здесь – Китай. За несколько лет Поднебесная вложила в экономику африканских стран уже сотни миллиардов долларов. По оценкам компании Эрлстон Янг, только в 2016-м инвестиции Китая составили 36 миллиардов. Это была неразвитая страна, но сюда приехали представители многих наших компаний. Мы создаем здесь инфраструктуру. Много китайцев приехали сюда и получили шанс. Это соседняя Ангола. В городе Минонге еще видны следы гражданской войны. Китайские компании, впрочем, уже успели построить здесь железнодорожный вокзал и жилые районы. Китайцы обедают после рабочего дня. Павел Костецкий в недавнем прошлом, украинский временный поверенный в делах Украины в Анголе, без устали зазывал сюда украинские компании. Тут Украину памятают, памятают, что Украина, как Украина помогала Анголе. Просто необходимо больше активнее, чтобы использовать в конкурентном переводе, и не бояться работать с местными владами и предпринимателями. Гроши у Анголы есть. Впервые за много лет на Черный континент прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Украины. Мы обсудили много-много вопросов, в частности, о приходе украинских фармацевтических компаний сюда, в Кению. Мы хотим сделать Кению воротами для Украины в этот регион, в Восточную Африку. Пока украинский экспорт в страны Африки не дотягивает до 4 миллиардов долларов. Неофициально известно об украинских разработках, ископаемых в Конго, машиностроении в Алжире. Наши инвесторы работают здесь без поддержки государства. Геннадий Вивденко, Вячеслав Фролов, Евгений Каминский, Сергей Салма. Из Кении, Босваны, Анголы. Подробности телеканал Интер.